Приветствую вас. История заключается в следующем. Надеюсь, смотрите. Вы говорите, что если бы я вернулся в прошлое, да, то, соответственно, сделала бы то же самое, да, то есть так же себя обвиняла бы, как и вот, ну, если бы не обвиняла бы, простите, а так же бы поступило, как я поступила сейчас, да, вот. Но, простите, если вы знаете, что вы поступили так, вы бы поступили так, если бы можно было бы все вернуть, да, то есть, ну, напрямую на что, ну, вот, если вы знаете это, так, получается, что вы обвините себя не за то, что вы сделали, а вы обвиняете себя просто потому, что так надо, просто потому, что аборт считается грехом, как, то есть, у вас есть такое понятие, как грех, это понятие грех обсуждается, это понятие грех, оно глобально, вот, вы его видите, вы его чувствуете, вы его, вы за это себя видите, за то, что вы совершили грех. Хотя, по факту, да, по факту, греха-то, ну, никакого не было, потому что родить ребенок, вот, в том, в тех реалиях, которые у него были, ну, ему было бы гораздо хуже, вы это понимаете, понимаете, а отец ребенка тоже понимает, правда, тут я живу несколько моментов, уточню позже, но быстро оно себя не винить, просто потому, что нужно себя винить, просто потому, что это грех, просто потому, что, вот, ну, просто потому, что, вот, ну, сейчас, как сказать, аборт это грех, это грех, априори изначально и так далее, вот. Ну, так, давайте уточним, давайте уточним, что вы подразумеваете под грехом, да, и не стоит ли избавиться от вот этой вот такой ограничивающей, скажем так, ограничивающей составляющей вашей, то есть, ограничивающей вас, ограничивающей вас, ситуацию, вот. Знаете, какая штука? Это, это вот, эээ, такая история, да, такой момент, как бы. Вы говорите, что после аборта у вас была 4 месяца депрессия, а, опять же, депрессия, это психическое заболевание, да, но, оно, заболевание это, эээ, диагностируется врачом, психотерапевтом, оно не может быть, эээ, диагностировано вами, эээ, самой, эээ, самой, потому, что вы не врач. Эээ, вот, эээ, мне видится, мне видится так. Дальше, потом вроде, эээ, прислал себя, но мне кажется, я совершил грех, причем большую быку не дает мне периодический бакон. А вот это не грех, это, вот, именно это противоречие, да, что я совершил грех. Из этого догма, догма, эээ, так сказать, ээээ, априори, эта догма априори, установленная, эээ, вами, для самой себя. Может быть, вы и завершили этот грех подсоснательно, как вы говорите, только потому, только потому, что вам хотелось, ну, нарушить, эээ, запрет, вот, вам хотелось нарушить запрет. Опять же, опять же, опять же, опять же, опять же, я не знаю, как бы. Эээ, может быть, может быть, а, ну, может быть, я не прав в этой ситуации. Понимаете? Может быть, я чего-то не, чего-то не знаю. Да? Как бы. То есть, может быть, я в чем-то, вот, эээ, значит, ну, в чем-то не разбираюсь. Вот. Может быть, так. Может быть, так. Ну, а мне видится, мне видится, история мне видится такой, что вы себя, ну, просто вот в эти рамки, в эти рамки закрепили, да, и все. Как бы. И нормально вам. Вот. Что-то мне, опять же, ну, мне опять же видится, видится, эээ, история, да, она вот такая. Хотя, опять же, опять же, я могу ошибаться, опять же, я могу быть не прав и так далее. Вот. Но мне почему-то кажется, что вот вы себя, ну, как-то вот все-таки ограничиваете. Причем ограничиваете, ну, совершенно напрасно. Напрасно, здесь. Вот. Ну, ограничиваете просто, потому что так вот, ну, так привыкли. Вот. Хотя, это, в принципе, уже, ну, не актуально. Да. Давно. К примеру. Да. Вот. То есть, то, что вы, вот, эээ, то, что вы говорите, да, то, что вот вы, эээ, пытаетесь, ээээ, воспроизвести в жизни. Да. Вот. Это, эээ, не актуально. Дальше. Эээ, вот вы верите в кару. Да. То есть, вы верите. То есть, опять же, эээ, вы верите, верите в кару и в суеверие, да, не просто так. Вы верите в кару и в суеверие, потому что, ээээ, слишком, эээ, сильно и мощно полагаетесь на, эээ, рациональную составляющую. Вот. Эээ, слишком сильно полагаетесь на ээээ, ээээ, рациональную составляющую. Думая, что всё можно объяснить. У любых действий должны быть какие-то объяснения, за любые действия должны быть последствия. То есть, есть такие вот некие мистические представления, которые в данном случае вам мешают. Вот. Ну, и винить в себя здесь Алина не вы, а вот те самые родительские условно фигуры, которые, эээ, ну, несут в себе, эээ, вот этот вот смысл, смысл греха, который вы совершили. Ээээ, вот. Ээээ, так, значит. Далее вы пишите, что отец ребёнка ничего конкретного не мог мне сказать, например, выйти из-за него и создать семью. Вот здесь тоже интересный момент. Эээ, почему, почему вы считаете, что отец ребёнка обязательно должен, должен был, должен был, ээээ, значит, с одной стороны, сказать вам, ээээ, что-то определённое, да, с одной стороны, сказать, должен был сказать мне что-то определённое. Эээ, вот. А, с другой стороны, почему он обязательно должен был, ээээ, вы, ну, должен был взять вас, ээээ, с женой обязательно, обязательно жениться. на вас. И так далее. Да? Вот. То есть, тут вот мне кажется, ээээ, тоже, ээээ, такой очень, очень важный момент. Да? То есть, это опять же ваши какие-то вот представления, это ваши какие-то ожидания, опять, опять же, опять же. Вот. И, ээээ, у этого тоже должны быть причины, почему вы так считаете. Дальше, ээээ, так, ээээ, подскажите, пожалуйста, как перестать себя винить в этом? Ээээ, много есть, эээ, способов, Алино, ээээ, как перестать себя винить, ээээ, в том, что вы сделали, да? Ээээ, важно понять, откуда берётся вина. Ээээ, важно понять её источник, 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 источник вины. Ээээ, пока я вам честно скажу, я не понимаю, откуда у вас источник вины взял. Почему, да? Почему не понимаю, почему не понимаю? Эээ, потому что, ээээ, не совсем, не совсем ясны причины этого, ээээ, не совсем ясны причины вины. Это религия, грех, идея греха, тогда, соответственно, нужно говорить в контексте религии. Это какая-то, ээээ, позиция важных для вас фигур, ээээ, ну, ваших фигур. Это, эээ, соответственно, может быть что-то, может быть собственное, собственное обвинение. То есть вы сами считаете, что эээ, поступили ужасно, что поступили неправильно, что так поступать вообще было нельзя и так далее. Это нужно исследовать. С этим нужно работать. Вот. И только, только, только. Тогда можно будет сказать, что, что с вами происходит. Ну, пока что, к сожалению, нет. Пока-то, к сожалению, не получится. Вот. Значит, ээээ, значит, подскажите, пожалуйста, как представьте себя винить в этом. Ну, вот, ответственно, Алина, вам нужна, вам нужна индивидальная консультация, чтобы понять причины вашей вины и увидеть вторичную выгоду вот этой самой вины. Вторичная выгода должна быть какая-то. Мне видится так, эээ, пока вы не поймёте для себя вторичную выгоду, для чего я себя обвиняю, зачем, что мне это даёт. Да, вот вы же говорите, что, эээ, если в моей жизни случаются неприятности, я всегда думаю, что мне все вернулось в токарах. То есть, эээ, неприятности, по вашему мнению, это то, чего быть, в общем-то, не должно. Ну, вообще, у вас. По какой-то причине вы считаете так. Вы считаете, что неприятности у вас быть не должно? Почему, когда с вами случаются неприятности, вы не пытаетесь, к примеру, разобраться с причинами этой неприятности? А вместо этого, вместо этого, вместо этого вы как-то думаете, что это кара небесная, что это вам не спосланы и так далее. Вот это опять же такое вот отношение, это опять же такое восприятие, восприятие своих ошибок, собственно. Восприятие своих собственных ошибок, такое вот мистифицированное. Идеализированное, я бы сказал, демонизированное. Это, это необходимо корректировать, необходимо это корректировать, откуда у вас такие пошли взгляды на вещи, почему у вас такие взгляды на вещи идут и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.